Если вам показалось, то вам не показалось, убеждена психолог Елена Титина, в прошлом жертва домашнего насилия. Эта история научила Елену доверять своим чувствам, хотя казалось, она умела это всегда. 12 лет назад, сойдясь с мужчиной, Елена верила в счастливый брак и семью. Все изменилось, когда девушка забеременела. Я не могла работать, я была беременна, я была очень уязвима. И, соответственно, я вынуждена была мириться с какими-то его нападками. Например, были такие фразы, что «твое предназначение родить вот этого ребенка», «преображение тебе не грозит». И чем дольше я жила в этой ситуации психологического насилия, тем мне сложнее было оттуда уйти. Потому что было ощущение, что, может быть, правда я виновата, может быть, я его провоцирую, может быть, я что-то делаю не так. Психологи рассказывают, история Елены – классический вариант психического домашнего насилия с применением газлайтинга. Это способ подчинить себе жертву, заставить ее усомниться в собственной адекватности. Эксперты советуют больше доверять своим чувствам. Если вам плохо, значит так и есть. Не надо поддаваться на убеждения в обратном. С детства нас приучают, если мы говорим про чувства, там ты придумал, тебе кажется, ты преувеличиваешь, да все нормально и так далее. И более того, у женщин, которые находятся в таких отношениях, совершенно сбитые ориентиры, что хорошо, что плохо. Когда женщина, например, ему, может быть, пытается говорить, что мне неприятно, ты меня обижаешь, мне это болезненно. Ты накрутила, ты придумала, ты меня довела, ты меня провоцировала и так далее, и так далее, и так далее. Вот это уже и есть насилие. Эксперты выделяют четыре вида абьюза – физическое, сексуальное, психологическое, экономическое насилие. Чтобы разобраться в разных аспектах домашнего насилия и выслушать разные точки зрения, в Самаре прошла тематическая дискуссия. В ней приняли участие психологи, юристы и те, кто хотел бы задать вопросы и понять, как научиться быть чутким и добрым к ближнему. А вы что хотите сказать, что всем нужно доброту вырабатывать у себя или что? Ну как разговаривать, если он, допустим, не может быть вообще дома? Ну как это терапия? Я говорю о том, что вот был вопрос, чтобы не было любви тирании в отношении что. И я высказываю свое мнение, что я думаю, если бы общение доброе, просто доброе общение двух людей, диалог. У меня вопрос, а как распознать вот такого человека? Иногда складывается такое впечатление, что он такой милый, хороший, добрый, а потом после уже... Такие люди, по правилам, они ужасные смиры и холодные кассуры. Обьюз нельзя прикрывать религиозными и национальными обычаями. По словам имама Ильяса Ярулина, религия не проповедует жестокое отношение к близкому человеку. Однако есть нюансы. Некоторые женщины, как бы, я самодостаточная, я все могу, ты никто, мы тебя не слушаем, но это неправильно. И перечить нельзя? По словам организаторов встречи, проблема домашнего насилия была всегда. Но именно сегодня она становится наиболее острой. Терпеть нельзя, утверждают эксперты. Из абьюзивных отношений надо бежать и не стоит бояться просить помощи. Основа семейного насилия – это в большей степени психологические проблемы и жертвы, и тираны условно. Поэтому комплексный подход при решении ситуации с домашним насилием, это и при общении сюда и психологов, и психиатров в некоторых ситуациях, и юристов, и педагогов, тогда, когда фигурируют еще дети, безусловно, поможет решить конкретную ситуацию. По словам экспертов, сейчас жертвы насилия стали чаще обращаться за поддержкой. Именно этот ссор стоит выносить из избы. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.